всем привет дорогие друзья с вами марина и мои цветочные друзья и сегодня мы с вами будем смотреть цветение двадцатых чисел декабря но прежде чем перейти к показу растений я хочу пару минут эфирного времени занять разговорами поэтому кто любит постоянно меняющуюся картинку пробегите две минутки эфирного времени о чем же я хотела поговорить дело в том что периодически каждый владелец канала просматривает аналитику сегодня это сделала я и увидела но часть информации которая меня не удивила это например то что 50 процентов моих зрителей смотрят канал с подпиской и 50 процентов смотрят канал без подписки что же меня удивило удивило меня то что оказывается постоянных зрителей на моем канале 11 тысяч ну 8 тысяч я вижу а где же оставшиеся я думаю они настолько скромные что просто-напросто боятся показаться это меня настолько удивило что даже этим зрителям я решила посвятить песню и так раз и только для вас где же вы где скромные зрители где же вы где тихие зрители выйти на свет вы не хотите ли хочется видеть вас где же вы где ну а если серьезно то я думаю что часть зрителей просто-напросто ну скажем так не на ты с компьютером поэтому впереди у нас длинные после новогодние выходные можно попросить своих детей и внуков помочь вам зарегистрироваться и оставлять комментарии цветочные вопросы и цветочные получать цветочные ответы ну а тех зрителей которые постоянно смотрят канал с подпиской с которыми мы общаемся я от души благодарю благодаря вам и живет мой цветочный канал ну а мы с вами смотрим те растения которые зацвели в воду в двадцатых числах декабря ну и конечно же это герани мы с вами часто повторяем что если герани подходят условия то цвести она может круглый год имеется ввиду не один и тот же кустик потому что периодически все-таки герани нужен отдых а если у нас в коллекции достаточно экземпляров то непрерывное цветение вам гарантировано сейчас у меня цветут тюльпановидные пеларгонии зональные и плющелистные пока еще не порадовали цветочками разы будные и королевские часть кустиков явно погорячилась например вот этому сорту махровая тюльпановидная пеларгония марбаска поэтому сорту цвести рано ему еще растите растить зеленую массу сейчас я поливаю ну где-то раз в две недели поливаю свои герани с удобрением для именно для того чтобы они наращивали зеленую массу ну и цветочные почки тоже то есть удобрение универсальное по формуле где азот фосфор и калий в равных количествах какое именно удобрение если вам интересно я покажу и расскажу очень много сейчас цветет сезонных растений это лантаны это гелиотропы появляются бутончики на аргерантемумах остеоспермумах но я их сюда не приносила потому что у нас большей частью интерес к комнатным цветам хотя хэби конечно не могла обойти стороной потому что цветы у хэби очень оригинальные вот такие ёршики для мытья посуды у нас есть еще одно растение у которого растение похоже на ёршики это калисты мун но пока у меня не цвел ни один из двух имеющихся в наличии видах видов вот здесь посмотрите запас цветения то есть рядом с ёршиками есть еще вот такие зачатки будущих цветоносов и вот такими цветоносами покрыт практически весь кустик хэби зацветает когда наступает прохладный сезонный период то есть где-то с сентября и вот сейчас декабрь а цветение продолжается а вот я же не сказала стеллары тоже цветут вот здесь у меня один цветочек распустился у эксоры ну вот я уже один раз пыталась подружиться с этим растением у меня ничего не получилось и судя по внешнему виду листьев и в этот раз тоже что-то я неправильно делаю то есть лист явно стал отдавать желтизной цветочек конечно распустился но опять же это не моя заслуга я покупала растение уже с бутонами хотела еще принести на показ табер на монтану но побоялась передвигать растение потому что бутон вот-вот распустится я побоялась что если буду таскать его туда-сюда то бутон отвалится не распустившись если герань у нас цветет практически круглый год то бугенвилия далеко не так радует цветением но когда уже зацветает тогда от нее конечно глаз не оторвать посмотрите вот здесь цветущая бугенвилия цветы бугенвилии собраны такие цветущие кисти просто смотрится это ну очень живописно если позволяет место то бугенвилии можно не сажать на опору а прищипыванием добиваться такого прямо стоячего пышного куста у меня бугенвилии в большинстве своем на опорах это махровый сорт называется он дауп лила роуз я сюда принесла только один сорт без подписи самого названия сорта потому что уж очень живописно он смотрится вообще название сорта можно узнать куплены они все у шатохиных а у шатохиных есть страница где выставлены бугенвилии и подписаны сорта ну например вы можете зайти в одноклассниках на страницу мария цветовод в скобочках шатохина и там у маши можно найти вариант любого цвета бугенвилии вот этот цвет очень живописный посмотрите на одном кусте и белые и розовые и бело-розовые цветочки вернее не цветочки конечно а прицветники просто мы привыкли что цветные значит цветы на самом деле у бугенвилии цветные прицветники сейчас перед вами два цветущих сорта это батерфляи не знаю может быть способствует яркое освещение вот этот сорт который называется yellow butterfly он все таки не желтый а оранжевый ну и второй сорт это purple butterfly особенность цветения в том что кончики прилистников этих они заостренные ну и кроме того это пестролистные сорта но здесь больше не пестрота а просто такая беленькая каемочка по краю листа посмотрите вот такая красивая шапка у сорта raspberry ice rossa очень крупные прицветники такой красивый нарядный сорт лист у него не пестрый но сами цветочки они расположены по всей длине плети это не у всех сортов есть сорта которые цветут именно на концах большими огромными шапками но только на конце побега а вот этот сорт он цветет по всему побегу получается не густое цветение но очень нарядное вот молодой сорт который куплен у меня в этом году это сорт рубиана но тут даже не надо объяснять название не надо думать почему так названа правда же действительно такие рубиновые прицветники очень красивые ну и вот даже ни одного полностью открытого цветочка еще нет вот только-только открывай при открылись прицветники и там появились будущие цветочки черенок лист такой глянцевый кожистый ну и вот легко цветущий сорт черенок еще совсем молодой вот интересный сорт это red apple у него на молодых листочках явно просматривающаяся пестрота за временем листочек становится чисто зеленого цвета но в общей массе листья кажутся разноцветными baby rose этот сорт похож на глабру возможно на основе этого старого сорта и выведен цветы нежно-сиреневого цвета с такими тут даже на съемке не очень хорошо видно цвет играет то есть он неравномерный как бы такими пятнами baby rose вот один из любимых сортов называется он double orange и он действительно оранжевый я как-то называла его даже кирпичным когда подписывала писала не оранжевый а кирпичный потому что он такой прямо яркий-яркий цвет обожженного кирпича махровые цветочки посмотрите какой малыш и тоже уже цвел двумя цветочками сейчас покажу с какого кустика он был снят вот такой сорт тоже мне очень понравился это дон марио тоже очень крупные тоже очень крупные прицветники вот если сравнивать не махровые и махровые сорта то среди махровых сортов я таких прямо очень крупных цветов не наблюдаю а вот не махровые они бывают очень даже крупными вот если сравнить посмотрите red apple сорт и вот дон марио то явно видно что прицветники такого красивого дона явно крупнее как бы немножко тут освободить пространство а то сейчас смешаются все расцветки не будет видно где что вот этот сорт сейчас покажу поближе он у меня был не подписан когда зацвела бугенвилия мне кажется что это все таки double red потому что вот в серединке просматривается такая краснота хотя возможно и не он поэтому название пока поставлено под вопросом черенок оказался не подписанным это молодой черенок когда зацветут взрослые кусты я надеюсь что они тоже зацветут буду сравнивать с подписанными сортами похожие сорта ну даже не знаю double purple наверное ну посмотрим посмотрим вот такой нарядный сорт оранжевые прицветники не махровые кстати и яркая яркая окраска листа посмотрите и тоже название этого сорта надо искать то есть ему уже достаточно много лет он живет у меня давно постоянно обновляется обновляется бугенвилия такой кардинальной обрезкой и вообще цветет бугенвилия лучше на молодых побегах поэтому стрижка ей прямо необходимо есть примерно с такой же расцветкой листа розовый сорт ну вот все таки бугенвилия больше подходит обычная комнатная атмосфера посмотрите те кусты которые занесены в дом вот эти кусты они стоят в доме сейчас я там немножко меняю местоположение ну и заодно вымываю подоконники после листопада так вот в доме уже кусты обновились сбросили те листья которые планировали сбросить и активно обрастают новыми зелеными листочками а те бугенвилии которые стоят в прохладном помещении они сейчас конечно выглядят удручающе то есть у них листопад прошел но рост новых листочков не начинается потому что я так думаю потому что недостаточно тепло то есть они находятся в состоянии такого стресса и в состоянии спячки надо сказать что несколько лет назад я экспериментировала и получается что состояние спячки в общем то для них это не состояние покоя наверное потому что не любят они перепада температуры это я сужу по тем признакам что из спячки не все сорта вышли поэтому лучше не рисковать лучше все таки более щадящие условия им предоставить ну и вот еще один сорт это аиша голд в комнатных условиях золотистость расцветки видна в прохладном помещении этот сорт выглядит ну очень бледным поэтому я бы если отдавать предпочтение я бы выбрала вот дабл оранж то есть он более яркий ну и кто любит яркие сорта это может быть дабл ред или дауп лила роз это ярко розовые такие сорта интерес интересно цветет сорт дабл пинг у него в зимнее время зеленоватая серединка и ярко розовые прицветники дальше продолжают окрашиваться ярко розовый цвет но сейчас он у меня не цветет вот на этом все дорогие друзья если кто-то уже пробовал выращивать бугенвилли и разочаровался то я думаю что есть смысл попробовать еще раз но так более избирательно подойти именно к выбору сорта то есть хотя мне и пишут постоянно что зависит все от условий ухода но тем более тогда я не могу сказать что всем моим цветам достаточно моего внимания поэтому я могу судить о тех сортах которые даже без усиленного внимания с моей стороны хорошо зацветают вот я бы рекомендовала выбирать именно те сорта которые легко зацветают даже без нашего вмешательства ну а то что нужно попробовать еще раз подружиться с бугенвилли это сто процентов потому что цветение бугенвилли ну очень впечатлительное прошу прощения впечатляющее впечатляющее конечно на этом все до свидания до новых встреч всего хорошего друзья пока